Этот новый день с вами встречает программа Утренний Фрэш. Я, Влада Васильева, рада приветствовать всех. Сегодня вторник, 13 октября. И в этом выпуске я расскажу о некоторых культурных событиях областного центра и познакомлюсь с другой полезной информацией. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 19 градусов выше нуля. Ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. Музей истории, печати и фотографии Гомельщины готовит к открытию выставку под названием «Музыка в объективе». Автор – любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото у автора с детства, но результативное увлечение этим направлением началось в 2013 году с концерта экс-солиста дуэта «Модерн Толкинг» Томаса Андерса в городе Коблинс. Гости музея увидят снимки, сделанные на концертах в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступления. В кадре – Томас Андерс, Анна Вески и многие другие. В Дворце Румянцевых и Паскевичей продолжает работу художественная выставка под названием «Древнейший из искусств». Она посвящена графике. В экспозиции более 80 работ из фондов музея, выполненных в разных техниках. Они охватывают период с 17 по 20 века. Гости дворца увидят графическое произведение минувшего столетия, росписи и гравюры, а также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограничные возможности графики. Как правило, изображения хранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики, которой многие ценители отдают предпочтение перед живописью и другими видами искусств. Познакомиться с этой коллекцией графики можно до 8 ноября. Желающие еще могут успеть познакомиться с художественной выставкой «Тетрис» в музее автографа. Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляды людей привлекали естественная красота, сельские пейзажи с простым бытом. В работах молодых художников интерьерный жанр, который больше, чем натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. Уже завтра Гомельчан ждет концерт вокального ансамбля «Камерата». Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Камерата» – это высочайший уровень исполнения и авторская музыка, которые вбирают в себя элементы многих известных стилей направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пении акапелла в сочетании с техникой микрофонного пения, с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, передающие эмоции, а не песен на смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает большой симфонический оркестр. Приходите завтра в городской центр культуры. Начало в 19.00. К другим интересным новостям. Это забавное видео сняли участники велогонки в ЮАР. Заезд проходил вдоль мыса Кейпоинт, когда велосипедисты заметили, что на трассе гонщиков больше, чем отправлялась со старта. Побороться за первое место решил и страус. Огромная птица вышла на дорогу и начала бежать, успев обойти немало велосипедистов. Но несмотря на старания угнаться за лидерами у страуса, так и не получилось. Тогда он решил забросить это дело и отправился дальше своим путем. Одним утром девушка по имени Кристина с Филиппин проснулась вовсе не благодаря бодрящему кофе. Ее разбудили щенки. И от увиденного она испытала огромный шок. Вся комната и три ее щенка были красного цвета. Такое развитие событий заставило Кристин подумать о необходимости звонить в полицию. Но девушка внимательнее присмотрелась к животным и оказалось, что не произошло ничего страшного. Просто щенки обнаружили натуральную косметику девушки и решили испытать ее на себе. Они вымазались и принялись бегать по всему дому, испачкав все вокруг. Когда девушка осознала, что произошло, она долго не смогла остановить смех. На ферме в английской деревне появилось жилье, стилизованное под комнату, в которой Гарри Поттер и его друг Рон Уизли жили в общежитии. В помещении шесть односпальных кроватей с бархатными шторами и камин, как в фильмах про Гарри Поттера. Переночевать в этом номере предлагается за 50 фунтов стерлингов с человека. К слову, эта ферма специализируется на создании копий спален из культовых фильмов. Там также воссоздана хижина Хагрида и дом Бильбо Беггинса из «Властелина колец». Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья. Тело человека. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи только по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет не только на продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. А первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал сегодня в 19 часов 30 минут. Далее рубрика «Есть вопрос». В сегодняшнем выпуске нотариус Светлана Белова расскажет, нужно ли делить имущество, приобретенное до вступления в брак. Очень хороший вопрос, и в практике нотариусов он возникает довольно часто. Ну, наверное, стоит сказать, какое имущество является личным, то есть имуществом одного из супругов. Это то имущество, которое приобреталось до брака, либо получено в дар, либо получено по наследству, при этом независимо от того, в браке это произошло, либо до заключения брака. Соответственно, это имущество является имуществом каждого из супругов. Есть возможность по законодательству признать это имущество общей совместной собственностью с супругом в том случае, если в него будут произведены совместные вложения, которые значительно увеличат его стоимость. То есть это какая-то реконструкция, перепланировка. Законодательство не содержит понятия, что такое значительное вложение, то есть каждый раз этот вопрос решается индивидуально. Соответственно, если иное не предусмотрено брачным договором. Поэтому в брачном договоре можно предусмотреть, что такое имущество, даже если в него в период брака бы вкладывали совместно супруги, причем независимо из каких источников, из совместных, либо из имущества каждого из супругов, оно не будет являться общей совместной собственностью. То есть у супругов не будет равных прав на это имущество, а это имущество так и останется собственностью того супруга, на имя которого оно приобретено, соответственно, и зарегистрировано. Тоже, наверное, стоит сказать, что же такое брачный договор. Это соглашение, которое могут заключить между собой лица, которые вступают в брак. То есть есть такая возможность, потому что зачастую уже лица, вступающие в брак, имеют какое-то свое имущество и имеют необходимость решения вопросов об установлении, скажем так, собственности в отношении этого имущества. Соответственно, брачный договор очень хорошо и работает, и помогает в этом вопросе. Также брачный договор имеет право заключить супруги. Но тут стоит обратить внимание, что заключить его можно только до момента расторжения брака. То есть когда брак расторгнут, уже заключить брачный договор, к сожалению, будет нельзя. Но можно будет заключить другой договор, договор о разделе имущества, приобретенного в период брака. Скажем так, и тут нотариус может помочь в решении этих вопросов в бесспорном порядке. Брачный договор предоставляет очень широкие возможности решения вопросов имущественных, неимущественных, вопросы в отношении детей. То есть это очень хороший гражданско-правовой договор, который помогает и действительно работает. Причем работает не только в случае расторжения брака, но и на укрепление семьи. Тоже очень хорошо работает и помогает людям, которые разрешили все вопросы касательно имущества, свою семью сохранить. То есть там можно определить, какое имущество будет принадлежать каждому из супругов. Можно определить разные доли в имуществе, можно определить порядок несения семейных расходов. Абсолютно различные вопросы, которые не противоречат законодательству. Его заключать разумно, его заключать целесообразно. Опять-таки в него можно вносить изменения, пока супруги в браке. Ну и, соответственно, если брачный договор имеет в себе условия отношения в отношении недвижимого имущества, он подлежит обязательной государственной регистрации. Это был Утренний Фрэш. Как всегда, хочу пожелать вам только солнечного настроения и позитивных людей вокруг. Оставайтесь на телеканале Беларусь4 Гомель. Оставайтесь на телеканале Беларусь4 Гомель.